Рада вас приветствовать на своем канале, с вами Светлана. В Екатеринбурге 10 июня, пасмурно, дождик был у нас, но на улице очень хорошо, ветра нет, дышится легко, довольно-таки так прохладненько. Хочу показать вам, не знаю, одну микроскопическую часть своей коллекции цветущей. Сегодня я фотографировала много фотографий, выставляла и на Одноклассниках, в Инстаграм. Раньше я практиковала это часто, рассказывала о каждом растении, но потом что-то за нехваткой времени прекратила эти занятия. Итак, это у нас НП флора, две макушки расцвело, но если бы, конечно, была одна, были бы цветы намного больше. Она по 15 сантиметров в диаметре, то есть получается. Ну, так как я не первый год уже вижу все свои глоксини цветения, у меня каждый год есть альбом, я могу отследить практически каждую глоксиню, как она цветла в любой сезон. То есть были бы совсем другие цветы, но так как мне нужны листы, глоксини популярная, то есть она, конечно, пойдет на срезку после видео. Так, это МГ Марьюшка. Такая вот хорошая глоксичка конопушная, тоже хорошие листики, цветет букетиками, очень долго цветет, но тоже каждый год радует. Ой, простите. Это у меня глоксиня ЕН Белиссимо. Она пришла ко мне без названия, но вот я назвала ее так. Точно такая же ситуация. То есть я как бы, ну, конечно, я хочу, чтобы цвели глоксини все и каждый год, и по 2-3 раза в сезон. Ну, вот если мне нужны листы или вот детки, то я не гонюсь за букетным цветением. Поэтому вот получается иногда так, что вот из клубешка вырастает огромное количество вот таких деток. Если мне по сорту нужно, если вот бывает такое, то очень легко их обрезать, поставить стаканчик, и будет через месяц уже готовая розетка. Это сорт Май Ставрополье. Очень красивый сорт, но вот почему-то еще на съемках стояли цветоносики, сейчас упал. Наконец-таки расцвел ярко, а то до этого были другие клубни, цвели практически бледно-сиреневым. Очень красивые листы всегда, розетки пышные. Вот почему-то вот упали, не знаю. Ну, конечно, это красавец Майкл Джексон. Так вот, когда издали снимаешь, так он вообще черный, он так черный и есть. Ну, вообще очень красивая глоксинья. Листы всегда темно-таки болотного цвета, красивые, блестящие. Так, тоже тут, наверное, две макушки. Нет, одна, одна макушечка. Так, это волшебная флейта, два горшочка у меня. Ну, вот, как всегда, нет времени дождаться, она еще не полностью раскрылась. А когда она раскрывается, ну, это вот уже на цветшем бутоне покажу. То есть она вот рюмочка из рюмочки, из рюмочки, из рюмочки. И вот бывает вот до такого размера. Тоже очень красивая глоксинья, тоже расцвело. Ну, милковато, но я знаю, как она цветет. И тоже тут большое количество пасынков. Вот если их укоренить, то будет очень много волшебных влейт. Дальше беляшка вот такая затесалась в сегодняшнем видео и фото. Ее узнаешь, вот как, ну, просто узнаешь всегда. Это ЛБ, умка. Мне всегда поражает, что вот, то есть у белой глоксиньи идут красные, господи, как их звать-то, стебельки. И, то есть под листиками красный, вот, красный цвет, в общем, у белой глоксиньи. Она всегда цветет у меня, не знаю, как у других девочек. Вот, по два цветочка выпустит, отцвели, выпустила дальше, опять отцвели. Розеточка, там, обрежу, останется еще. Один пасынок, эти вот листики срежу сегодня, поставленное укоренение. Пасыночек вырастет, также зацветет, будут такие же шикарные листья. Так, это ЕН весеннее настроение, ой, пардон, пардон. ЕН вечная весна, но вот что-то расцвела бледненько. Обычно она ярко-красная, но бесподобная глоксинья, тоже очень давно у меня этот сорт. Цветет тоже вот, цветок за цветком, листики тоже хорошенькие всегда. Так, про всех рассказала? Да, вроде бы про всех. Ну, вот так вот, на 10 число у меня цветут глоксинии. Конечно, сегодня-завтра все пойдет на срезку, на укоренение. Всем вам, девочки, солнечного настроения. Удачи в жизни, цветения нашим любимым глоксиниям. И радости в жизни побольше. Побольше улыбок и позитива. Всегда с большим уважением к вам, Светлана. Светлана. Светлана.